Вот здесь не поменяли, я так понял, полностью шланг поменяли, и что? Только в 6 вечера у меня доставка. Короче, это капец просто, прям капец-капец. Еще жара не сильная, но рифы уже не справляются. Блин, я до сих пор тут стою. Сама река Миссисипи будет позже. Конкретная лавочка. Всем здорово-здорово. Сегодня 28 число, 12 часов дня. Я вот сейчас подъезжаю на загрузку, а по идее уже должен быть гружен на трейлер. И еду в Чорчиле. А загружаться я еду прямо в то же место, в котором я в прошлый раз сломался. Я где-то вот здесь стоял. Я прямо вот здесь стоял на лужайке. Стоял сломанный. В этот раз ништяк. Вот тот, который в зеленой лампочке стоит, 101-й. Это как раз-таки мой, который я должен забрать. Начну уже гружен, все готово. Я вот сейчас поставил свой, сейчас его оцеплю. Там его прицеплюсь. Притрип, все дела. И поедем. Получается, это Салсбери. Прямо после Монтонова. Ну, как раз по пути. Вон там дорога проходит поперек. И через дорогу там как раз-таки Ирвинг сразу. Вот здесь трейлера утилити. Ютилити. И вон он мой стоит. Морду видно. Ну, сказали, что типа около часа работы. Может быть меньше. И все. Как только он выезжает, я к нему цепляюсь и сразу сваливаю. Так, мой трейлер выкнули, но вот эту сигнал пока не справится. Плохо видно, но потерто сесть. Там, то есть, мне вот это не поменяли. Сзади поменяли. Вот здесь не поменяли. Я так понял, полностью шланг поменяли. И что, да, вот этот задний шланг, он новый. Но крепление поменяли тоже. Но все равно вот здесь вот касается. Короче, я пошел общаться. Короче, пришлось отцепиться от прицепа, потому что сказали, что его будут обратно в шоп загонять. Но там сейчас места нет. Потому что после меня сразу загнали другой трейлер. Все, я теперь стою и жду. Но у меня появилась надежда. Чувак, который делал, он вышел, залез под трейлер. Я быстро-быстро к нему побежал посмотреть, ну, пообщаться с ним. Короче, он говорит, sorry, говорит, я пропустил эту линию тоже, да. И, короче, он сейчас там под трейлером на месте, прямо здесь на улице делает. Сказал, что сможет это прямо на улице сделать. Поэтому есть надежда, что не так долго я буду ждать. Так, ну что, он поменялся. Все новенькое. Вроде нигде ничего не касается. Можно ехать. Ага, тоже хорошо. Конечно, отсвечивает зверски, но видно, что 2 часа 21 минуты я стоял тут. К сожалению, меня за это не заплатят, потому что там балка, политика. Три часа простоял, после трех часов оплата. Так, я уже границу пересек, вон оно в зеркале. Короче, хотел сказать, что, к сожалению, из-за долгого ремонта, из доступных почти 6 часов драйвинга, я всего проеду 4. Уже шифт кончается. Такую погоду работает здесь. В принципе, в инспекцию стейчн. Посмотрим. Опять одно кольцо спускается. Оно еще не спущено, как в прошлый раз, оно спускается. Я позвонил в механику, спросил, можно ли мне поехать здесь буквально в 30 минутах в ЛАВС, в котором есть Тайеркер. И типа, можно ли мне там сделаться, либо мне надо здесь стоять, ждать, и пока кто-нибудь приедет. Он сказал, не, в ЛАВС можно. Типа, с ЛАВС у нас вроде договор есть, поэтому езжай в ЛАВС. Ничего, ништяк. Вообще, в целом, мне осталось на сегодня проехать 620 миль до разгрузки, но у меня разгрузка только завтра. И поэтому я надеюсь проехать чуть-чуть дальше там, где-то 650 миль. Там есть пайлот, там заночевать, и на следующее утро уже поехать съездить на доставку. Такой вот план. Посмотрим, что теперь с колесом, сколько времени это все займет. Класса, короче, они сказали, что ждать примерно часа 3, поэтому мне механик сказал, ну, если колесо прям не в планку сушеное, то просто накачаю его, то и езжай дальше, потому что надо будет подкачать, и езжай дальше, так и езжай, если хочешь. Ну, или можешь ждать, так сам решишься. Так что качаю колесо. Тут ништяк. Флайнк. Все, короче, бесплатно, просто качаю все. По идее, мне остался всего лишь час до точки разгрузки, но я проеду чуть дальше, час 24. Там пайлот и Флайнджей оба рядом, вроде оба большие. Как бы, ну, надежды найти место там гораздо больше. Вообще, вся округа именно Атланты, штат Джорджия, там, ну, судя по отзывам, с тракстопами всегда туго. И вечером нереально идти. Ну, как бы, я надежды не теряю, сейчас доедем, все не всяко будет. Единственное, там дождь, молния впереди. Субтитры сделал DimaTorzok Пока еще пасмурно, хорошо, но погода обещает 30 градусов тепла сегодня. Даже 31, по-моему. Жара, как всегда, в Джорджии и влажность стопроцентная, короче. Не очень низкие новости. Получил вот такое сообщение, что только в 6 вечера у меня доставка. Короче, это капец, просто прям капец-капец. Я мог, ну, существенно позже выехать или совсем медленно ехать, я не знаю. Ну, короче, это капец, я думал, что сегодня часов 8 доставлю, в 9. Мне сказали, что в 12. А теперь вообще сказали, что не в 12, а в 6 вечера. Что-то, короче, неудобно, неудобна доставка. Ну и после доставки, считай, я только вечером на тракстоп, оттого я думал, что утром разгружусь и на тракстоп спокойненько отдыхать. А тут неспокойненько будет. Еще жара не сильная, но рифер уже не справляется. Вчера днем там температура доходила примерно до до 5 фаренгейтов или до плюс 10 фаренгейтов. Ну, это как бы еще ниже. Ну, ниже 0 градуса Цельсия, но все равно, короче. И, кстати, колесо вообще нормально держит. Я его сейчас утром тоже проверял. Вчера, считай, целый день ехал. Сейчас проверял. Нормально? Вообще держит давление. Не знаю, что это было. На улице уже жара началась. Я половинку шторки закрыл. Сейчас снаружи лазил. Наносил, обновлял, короче, слой. Вчера просто уже на дожд... Ну, вчера видно было во время дождя, что не так уж сильно вода и охотно скатывается. Посмотрим. Вроде по прогнозу еще дожди будет, так что проверим. Время 4.30. Тракстоп уже заполняется. А я только через час выйду. Поеду на доставку. Когда вернусь уже, места, наверное, не будет. Посмотрим. Какие колеса у него, а? Ужас. Я, короче, приехал уже. Зачекинился. Но пока что она мне дверь дать не может, говорит. Пожалуй, позвоню попозже. Блин, я до сих пор тут стою. Мне хоть дверь дали. А то я вон там стоял, долго ждал. Сейчас дверь дали, но я на двери уже больше полчаса стою. Зеленый как моргал, так и моргает. Суммарно я здесь уже больше двух часов. Плохо то, что время уже сколько? Время уже 8. Так что я, короче, на тракстоп опять приеду. После 9, ближе к 10, наверное, только. Время уже почти полу десятого. И вот только-только у меня забирался красный. Чувак подошел, повесил замок на мою красную линию. Короче, попандос мне тут попандос. В итоге я вчера приехал на тракстоп аж в 11 ночи. Но мне от этого повезло. Я, короче, припарковался хорошо. Место нашел. Видимо, кто-то непосредственно передо мной, может, уехал или ничего. Потому что хорошее место было. Вот. Сейчас уже почти 2 часа дня. И трипа нет. Как бы печально. Второй раз я в Джорджии. Именно такая фигня происходит. Долго жду груз, короче. На улице, кстати, плюс 30. Чуть-чуть дождик. Короче, капец. Мне пришлось трак завести, чтобы заведен и стоял. Потому что кондер, который в спальнике, он не справляется. Впереди кабин нагревается, но и жарко. 6 утра. 3 число. Я начал на тракстопе. Вчера проехал, сколько я. И всего там около 3 часов. Мне вчера скинули загрузку, наконец. На улице 100% влажность. Все окна мокрые снаружи. Капец жесть. Вчера вечером, часов 5 дня, аж скинул Лоадофр. Там до загрузки в штате Арканзас. Около 700 миль. И, ну, я так прикинул. Лучше я, типа, пару-тройку часов проеду. Вот. За сегодня, чтобы я доезжал точно туда уже за одну смену. А вообще загрузка завтра в час дня. Так что, ну, у меня время не в вагон доехать до загрузки. После загрузки мне сразу же назначили мид инспекшн. То есть я гружусь мясом, свежее мясо. И нужно будет пройти инспекцию мяса в Детройте. Я там был пару раз, не пару, тройку раз. И там всегда долго. Так что не скоро я, так сказать, в Канаду заеду. Вот. Получается, я 4-го числа гружусь. 6-го у меня в мид инспекшн. Да, 6-го в мид инспекшн. В 5 утра. И доставка 7-го в город Лаваль. Квебек-сити. Ну, в Квебек-провинция. Так что, не очень дали мне, так сказать, трип. Я так понял, они, после того, как ты долго стоял в Лайовер, они тебе ищут уже далеко что-нибудь, чтобы ты куда-то далеко поехал. И твои же мили сожрали твой Лайовер. Тебе не пришлось платить Лайовер. Хотя я стоял, ну, дофига я стоял. Короче, там есть плюс небольшой. То есть то, что Лайовер считается от Фрейдбилла, который я разгрузился с этого момента, до момента загрузки. То есть до того, как у меня поинт на загрузку. А у меня поинт на загрузку только 4-го числа в час дня. Поэтому там все равно довольно-таки много получается. Может быть на Лайовер что-то останется. Но тем не менее, то, что тебе дают груз за 3-9 земель, тебе туда капец пилить. И это съедает твою оплату за то, что ты стоял. Это нечестно, конечно, у Балка. Ну, ладно, что есть, то есть. По идее, это Mississippi Welcome Center. Траэстерия. Но само здание закрыто, поэтому не смогу внутреснить. Но снаружи красиво. Много, очень много вот таких вот беседок, прям крытых. Вон еще, еще там я пару штук видел. Красиво тут, очень ухоженно, прикольно. До сих пор еще утренний туман. Влажности, конечно, колоссальные. Кстати, в Mississippi я еще не был. Тут дерево пахнет. Не знаю, что это такое. Ну, пахнет. Сама река Mississippi будет позже. Если получится, я сниму. Ноутрак паркинг. На каждом столбе, который я вижу, я вижу такие надписи. Тут одни траки стоят. На всех столбах, как видите, висят. Я, короче, заехал. Пойду схожу в Walmart, чуть продуктов куплю. И поеду дальше. South Park Distribution Center. Нормально. Са. А вот уже и мост через реку Mississippi. Здоровая река прям. Здесь, кстати, штат. Граница штата проходит. Сейчас мы заедем. Сейчас мы заедем в Arkansas. Третье число. 6.30 вечера уже и мне осталось буквально 20 минут до загрузки а загрузка у меня назначена завтра в час дня поэтому здесь трак стоп кстати классный трак стоп worksman стоп называется первый раз такое вижу вообще в принципе и внутри все очень качественно сделано большой трак стоп парковки для траков довольно таки мало не знаю штук на 20 можно 30 траков все занято уже вот и в целом все ништяк внутри души есть по 11 долларов души и полноценный ресторанчик ну кафешка есть я я там куда покушать покушал что ништяк вообще пойди мне времени хватало запросто доехать до до загрузки и возможно там переночевать типа если там место есть во первых у меня завтра не с утра загрузка в час дня я боялся что он начнут выгонять или еще чего-нибудь и во вторых я этот почитал отзывы на google очень плохо отзывается компании мол типа приехал час раньше по факту уехал там через 5 8 часов грузили короче но это такое по задержкам о загрузке во вторых все пишут что там воняет дерзкий в принципе можно ожидать да на мясных фабриках частенько воняет вот и в принципе у меня по все так наперекосяк скорее всего будет тем более меня бит инспекшн наделать там тоже долго ждать поэтому чем там в неудобных условиях оставаться ночевать до завтра до часу дня вот я решу что я сегодня здесь за ночью завтра в 12 часов открою смену поеду а там уже как будет пусть так будет будет долго грузить на расслабление так сказать буду там уже вот такие дела такие планы заберу груз взвешиваюсь и потом поеду я не не смогу доехать за одну смену даже за полную смену до детройта поэтому я где-то там остановлюсь как обычно душ поспать и потом детройт там скорее всего тоже долго будет кстати хотел сказать чуть-чуть по поводу в целом местного региона то есть этих штатов арканзас миссисипи я здесь никогда не был поэтому я так как это южнее кентукки и так далее я думал что здесь уже более сухой климат будет такой ближе к техасу что ли невыносимая жара но по сравнению с той же джорджии как бы тут зелени почти столько же много но уже не такая сильная влажность и жара не такая комфортная температура сейчас там примерно 25 градусов тепла с такой влажность высокая но она не стопроцентная как в джорджии вот поэтому очень мне понравилось тут много лесов таких конкретно густых они не такие тропические что ли как в джорджии потому что в джорджии едешь видишь там прям просто такие заросли джунгли практически а здесь такие хорошие качественные леса много рек короче все красивенько ништяк так что понравился мне этот регион и возможно все таки когда-нибудь я доеду до техаса и там сделаем отзыв о техасе тоже летом я боялся у меня был так сказать вариант когда я ездил на калифорнию через низ проехать чисто ради интересно но я побоялся там говорят что жара невыносимая невозможно трак стоп кстати вот называется workman's travel center логотип у них похож чем-то на western star и вот это кафешка у них ништяк вкусно и дешево конкретная лавочка судя по гуглу еду мне надо было выбрать здесь сейчас посмотрим чё там внутри стиль похож у них на whole foods и тоже все-таки натуральные все такое типа типа хорошая нарезанный желтый арбуз первый раз в другую очень много спелых авокадиков ништяк хорошо что я в итоге не поехал сюда ночью я бы во-первых не заехал из ворота закрываются во-вторых ярд маленький и очень навряд ли я бы где-то припарковался google кстати не наврал воняет вверх и поэтому пришлось включить рециркуляцию а то снаружи тянет вонючий воздух и вон один док освободился посмотрим может мне его сейчас дадут не знаю там шиппинг или на город тресилинг и еще два тока у них там с той стороны так на чем не этот ток не дали шантер местный другой трейлер туда ставят пустой по всей видимости кажется он сейчас задают чувака ну а он его сейчас увидит ага все нормально да нормально все или мне бибикнуть а нет все была у меня надежда что если я вовремя приеду то довольно таки быстро меня отпустят но пока что нет пока что нет посмотрим конечно сколько времени у меня здесь займет жара страшно я короче уже здесь два с половиной часа сейчас ходил разговаривал как минимум уже два часа буду только готовить груз так что я только к вечеру отсюда уеду короче google был прав все плохо тут небольшой апдель ситуации короче подошел чувак сейчас сказал что я пойди могу дропнуть трейлер здесь они потом не позвонят когда он будет готов готов будет только к ночь и нечего нет смысла здесь стоять можешь уехать на трактоп позвонил я в офис спросил можно ли он говорит да я короче тропай трейлер и езжай отдыхай вот так вот так что это хорошо для меня удобнее поеду тут так что хороший трактоп мне понравился идут буквально 15-20 минут поп-тел вообще проблем не припарковаться так что он и трейлер я отцепился уже по идее можно ехать сейчас надо только поставить просто написать но напишу пактейл 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 прицепил а есть контакт в итоге я на том же трактопе в этот раз себе еду взял сейчас буду кушать 13 долларов вот это в форме кекса это просто хлеб горячий вкуснота капец спать охота я четыре часа ехал сейчас 7 утра я четыре часа сейчас ехал груз был готов примерно в два я в три приехал его забрал вообще у меня позвонил это в 12-30 и говорит этот груз готов горит вставай на дверь я говорю а я уехал но мы тогда сами поставим на дверь вот и когда уже все будет готово типа он готов я тебе позвоню окей вот я вообще хотел до утра то спаться приехать утром забрать груз и ехать спокойно но он сказал что может быть такое что они раньше уйдут сегодня потому что у них начинается long weekend это праздник отдыхать будет поэтому может получиться так что ты не сможешь забрать вообще свой прицеп поэтому отстоял так чтобы открылся драйвинг и сразу поехал на лав сейчас приехал здесь заправляться нам можно и короче колонка что-то загоняет 20 я на ней 20 стоял но он дюйти как фьюлинг вот так не получилось забравиться сама колонка гонит ребята которые местные они ходили что-то там пытались что-то сделать что-то не короче не получается горит ссоре придется на другую колонку кстати но я сейчас отъехал покушаю потом дождь схожу а потом уже перед выездом заправлюсь на другой колонке нормально все будет так сейчас уже два часа дня я в штате индиана ну не доезжая пару часов до индианаполиса уж не пару часов я привлечу надо меньше вот но я решил короче чуть дальше проехать чем я планировал изначально чтобы мне вот на следующую смену осталось осталось 365 что ли то есть грубо говоря 6 часов с копейкой таким образом мне не придется делать 30-минутный брейк потому что я так посчитал уже нормально я косые все-таки чуть-чуть с опозданием приеду минут 15-20 с опозданием вроде как вот а павел здесь припарковался сейчас спать лягу сразу получается я я в час с копейкой припарковался то есть я позиции копейкой смогу выехать как только так сразу буду ехать ехать постараюсь не опаздывать потому что если сильно опоздать потом будут проблемы с этим дамом я уверен что там я проведу больше двух часов мне надо там хотя бы вы этим там компенсировать вообще вывод такой что такие дальние трипы удобно ездить плане то что ты едешь едешь и тишинишь но у них очень часто очень часто балка проблемы с релоном то есть со следующим грузом я грубо говоря я простояла и овре сколько там почти два дня простоял да и потом это все и сожралось а они крючках делают белые овр считают но тот майлоч который ты поедешь со своей точки где ты стоял до загрузки вот этот майлоч его отнимает из суммы лави овра и таким образом у меня дали в загрузку очень далеко и соответственно сожралось грубо говоря поэтому я просто потерял время еще финансово это не особо компенсируется вот и с загрузкой короче тоже все негладко прошло теперь еще inspection скорее всего тоже будет все долго вот так вот так не очень этот трип и в этот следующий пейтчек только этот трипнет скорее всего зайдет потому что я пока сейчас доберусь до дома вторая неделя уже концу продвое такие дела